Приветствую вас. Вопрос, который вы задаете, очень общий, и ответ на него будет в принципе тоже достаточно общий, но я надеюсь, что вам он поможет. Первое, что хочется сказать, это то, что у вас был парень, с которым вы расстались, и которого вы теперь не можете забыть, из-за того, что у вас к нему были или есть, как вы думаете, чувства, и чувства достаточно серьезны. В первую очередь, хочется сказать, что если вы его любите, то, наверное, хотите, чтобы он был счастлив. Ну, ваш парень. А если он не с вами, значит, он счастлив без вас. То есть, без вас он счастливее, чем с вами. Понимаю, это неприятно, но если вы его любите чистой любовью, искренней любовью, то, вообще-то говоря, вам все равно, где и с кем парить. Главное, чтобы он был счастлив. Но вы не можете его забыть. Значит, вам того, что мужчина может быть счастливым, мало. Планульная еще и история для себя, я полагаю. Для себя. Вот вам чего-то не хватает для себя на данный момент. И из-за этого, как раз, из-за того, что вам не хватает чего-то для себя, вы не можете его забыть. Ведь вы потеряли, что это что-то такое, что получали от него, когда были вместе. Вот на этом я и рекомендую вам заострить свое внимание вначале. То есть, подумайте, что же такое вы получали от него, но теперь перестали, и постараться самостоятельно это удовлетворить, самостоятельно этого добиться, чтобы как можно быстрее перестать беззависимой от мужчины. Далее, ваше отношение к тому, почему вы достаетесь. Чувствуете ли вы себя виноватой в этом? Если да, то почему? Если у вас чувство вины или, может быть, какие-то сомнения в себе, неуверенность, может быть, появилась неуверенность после того, как вы расстались с парнем. В любом случае, все негативные моменты, которые вы ощущаете, например, расстались с парнем, вы теперь думаете, что вы никому не нужны. Расстались с парнем, вы, например, думаете, что теперь вы, например, никому не нужны, а вы, допустим, обладаете недоточностью, хорошей внешностью. То есть, вот это вот самокопание, которым вы можете заняться после того, как расстались с парнем, а его тоже нужно проанализировать, чтобы понять, откуда оно взялось. И если вы в чем-то действительно в себе не уверены, то чтобы с этим вы смогли успешно справиться. Дабы это что-то, ну, условно говоря, не отравляло бы вам жить. Потому что, вот как раз таки, это что-то не позволяет вам, собственно говоря, забыть мужчину. Забыть на чувственном уровне, я бы сказал. Итак, этот момент мы, я надеюсь, посмотрели. Момент, связанный вот именно с этими аспектами. Теперь дальше. Следующий важный момент, который можно вам донести. Момент, связанный с тем, что когда вы были с мужчиной, ваше сознание, конечно же, расширилось. И для того, что, ну, вы были с кем-то, вы были там в паре, и вообще говоря, вам было, ну, хорошо, приятно, может быть, да. И вы чувствовали, что живете, чувствовали, что, в общем-то, все у вас хорошо. Хотя, может быть, ссоры, конечно, и были, но вы надеялись, что любые ссоры можно преодолеть. Кстати, это действительно так, нету, не бывает фатальных ссор, бывает нежелание проблемы решать, но это уже немножечко из другого, как бы, другой оперы. А мы сейчас с вами говорим именно о том, что ваше сознание было расширено, а теперь оно у вас обратно должно ссориться из-за того, что вы остались одна. И, соответственно, привычные модели поведения, которыми вы пользовались всегда, теперь у вас не работают. Как раз таки из-за того, что мужчин рядом с вами нет, мужчины рядом с вами нет. И по этой причине, по этой причине вы испытываете проблемы, что к определенным моделям поведения вы привыкли, а они больше не работают, и их нужно менять. А мне это не хочется, потому что это что-то новое, непривычное, а может быть давно забыто. И ничего уже не радует, да, ничего не доставляет такого удовольствия сильного, как, например, вот, когда вы были с мужчиной и так далее. И в этом случае, в этой ситуации вам нужно получать как можно большее количество эмоций, вам нужно как можно сильнее уставать, вам нужно как можно активнее себя вести, как можно более активнее общаться, там, я не знаю, со своими друзьями, со своими подругами, со своими родными, со своими близкими. То есть общаться как можно более активнее для чего? Чтобы получать новые впечатления, и чтобы эти новые впечатления постепенно вытесняли бы те эмоции, негативные эмоции, которые у вас остались от мужчин. И если вы будете это делать, если вы будете уставать, если вы будете получать новые впечатления, то по сути дела будет происходить что? Происходить будет то, что вы будете отвлекаться, уставая, вы будете легче осваивать новые модели поведения, которые вам нужно освоить теперь. Ага. Благодаря тому, что у вас будут появляться новые эмоции, старые будут исходить на второй план. И все, что является для вас надуманным, все, что является для вас, условно говоря, вашим, таким вот субъективным, я бы сказал, все это постепенно уйдет. И однажды вы обнаружите, что мужчина, о котором вы так пришиваете, действительно вас уже не волнует. А нам нужно что-то другое, что-то более понятное, более такое, вот знаете, более близкое вам и так далее. И это будет означать суть в то, что вы наконец-то избавились от деструктивных эмоций, связанных с мужчиной. Вот, в принципе, это то, что, я думаю, можно вам подсказать. То есть, объективно, конечно, нужно время на то, чтобы забыть мужчину. И вы сами можете сделать только то, что, вот то, что есть в ваших силах, что есть в ваших возможностях, это, по сути, переживать этот процесс. То есть, вы не можете сделать с вашей памятью, как вам сказала коллега, правильно, кстати, сказал, ничего. Но вы можете понять, чем обусловлена ваша реакция, и правильно подкорректировать свое поведение, тем самым дав себе возможность начать жить дальше. Пока, объективно, мужчина держит вас хотя бы на уровне памяти, и это не может быть ничем хорошим для вас совершенно. Вот, я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Понимаю, что получилось много, понимаю, что направлений тоже много, они все приятные, они все нелегкие, но, тем не менее, работать вам в этом направлении нужно, если вы хотите, чтобы у вас получилось то, о чем вы спрашиваете здесь, в своем сообщении, потому что, к сожалению, просто так ничего не происходит, но, если вы же не можете забыть о парне, это всегда лично, такая лично заинтересованность в человеке, и, поверьте мне, к любви это отношение никакого не имеет. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.